В прошлом видео мы говорили про Competition, он же Компот, который в данный момент ничем не отличается от обычных пабликов, даже в некоторых местах он еще хуже, нежели пабликов. И в этом же видео я упомянул один портал по АЦЦ под названием LFM, а если полностью Low Fuel Motorsport. Как раз сегодня я вам и расскажу про один из лучших на данный момент аналогов Компота. Итак, давайте начинать. И начнем мы с того, а как на нем же начать гонять. Все очень просто. Вы должны залогиниться на сайт через ваш Steam, а далее вам надо получить лицензию. Получается она на одном из двух серверов. Разница этих серверов только в допуске по рейтингу безопасности. Да, вам все равно нужно иметь минимум 80 СА, чтобы получить возможность зайти на сервер. Но если у вас СА больше 95, то вам нужно идти на второй сервер. Так как пройдя тест на нем, вы получите дополнительный рейтинг безопасности уже на самом сайте. Итак, как пройти этот тест. Достаточно просто. Вам надо проехать 7 кругов подряд, не получая срезок. Так называемый Hot Stint. Если вы получаете срезку, то попытку вы должны начать сначала. Второе условие для прохождения теста, это попасть в 105% по времени. В данный момент тест проходит на трассе Brands Hatch, где время прохождения теста минута 26,6, что является достаточно медленным временем, которое можно без проблем пройти. После того, как вы прошли успешно тест и получили начальную лицензию Rookie, вам открываются несколько серий, в которых вы будете гонять с такими же новичками, как и вы. И да, вернемся сразу к рейтингу и что он из себя представляет. Рейтинг делится на два типа. Первый, тот что слева, это ЭЛО рейтинг. Он отвечает за ваш скилл вождения. То есть, чем быстрее вы едете и выше приезжаете в гонки, тем больше у вас будет ЭЛО. Второй, тот что справа, это рейтинг безопасности. Он отвечает за ваши контакты и срезки. То есть, чем чище вы вводите, тем выше поднимается рейтинг безопасности. И желательно не падать ниже значения 4. Так как если вы упадете ниже 4, то вам придется формить рейтинг обратно в младших сериях, таких как GT4 или BMW M2. Также, если вы будете устраивать крэши, выбивать оппонентов и творить всякую дичь в гонке, гонщики могут вас зарепортить. Репорты разбирают админы и они могут снять дополнительные ЭЛО и рейтинг безопасности. А если вы продолжите чудить в гонках, то админы могут без проблем выписать бан. Также, возвращаясь к лицензиям, всего их на сайте 8. Они в данный момент на вашем экране. Как видно, для того, чтобы получить доступ к гонкам на 25 и 45 минут, вам нужно получить лицензию IRON, которую дают за прохождение 5 гонок в руки серии. И дальше, ваша лицензия будет зависеть в основном от ваших рейтингов. Все же по итогу. Мы имеем хорошую систему рейтингов, которые показывают, насколько вы хороши на трассе по скорости и по частоте поведения в самой гонке. Именно такой системы рейтинга не хватает нынешнему компоту. Ну, конечно же, еще система репортов. Куда же без нее. Ладно, закончили с рейтингом. Перейдем к гонкам. Гонки класса GT3 проводятся в двух форматах. Это 45-минутные гонки с обязательным питстопом, на котором вам нужно произвести обязательную дозаправку. А также 25-минутные гонки, в которых нету обязательного питстопа, так что вы едете от старта до финиша. Также на портале действует система сезонов, такая же, как в iRacing. Хотя тут и рейтинг, как в iRacing. Ладно, неважно. В течение сезона трассы меняются раз в неделю в каждой серии. То есть на одной неделе вы можете ехать Сузуку в 45-минутном формате, на следующей неделе СПА в 45-минутном формате. Да, в течение недели вы едете по одной трассе. С одной стороны, это не очень интересно наматывать круги по одной и той же трассе в течение одной недели. Но для разнообразия у вас есть 25-минутный формат, Porsche Cup, GT4, BMW M2 и так далее. С другой стороны, за эту неделю вы можете досконально изучить трассу, подготовить не один сетап на интересующую вас машину. Посмотреть, какие машины являются самыми быстрыми на этой трассе. Также раз в неделю на сайте проводится парная трехчасовая гонка по трассе, которая всю неделю находилась в 45-минутном формате. Что является неплохим вариантом проверить, чего вам удалось достичь за неделю езды на данной трассе. Главное найти напарника к данной гонке, ведь в соло вас не допустят до участия. Также из дополнительного. На сайте есть разделы со статистикой, где можно подчеркнуть, на чем народ часто гоняет на LFM, какие топ времена на трассах во время квала и гонки народ ставит. Также в своем профиле вы сможете подробно отслеживать свою статистику. По рейтингу, по своим фаслапам в квалификации и гонках. Что по итогу можно сказать про LFM? Это то, как должен выглядеть компот изначально. Система личного рейтинга, которая не имеет потолка, отчего идет более лучший подбор оппонентов в сплиты. То есть нет такой ситуации, когда люди во втором или в третьем сплите едут в одном темпе с лидерами первого сплита. Ну окей, очень редко такое происходит, когда мега пихарь только зарегался на LFM. Но в основном люди сражаются с равными себе по силам. На этом все. Надеюсь данное видео оказалось для вас информативным. Ссылка на сайт LFM находится в описании, так что переходите на светлую сторону, так как у нас есть печеньки. Также я активно веду стримы на ютубе и твиче, но на твиче у зрителей есть возможность заказывать определенные машины за баллы канала. Так что если вы хотите увидеть страдания стримера на ацких ведролетах, то переходите на твиче, ссылка есть опять же в описании. Половьтесь и копите баллы. Также заказ машин доступен и через донат, так что вы можете поддержать стримера и поугарать над ним. Также не забудьте вступить в мой дискорд канал, там публикуются различные новости, анонсы. И конечно же подписывайтесь на канал, прожимайте палец вверх и напишите какой-нибудь комментарий. Это поможет в продвижении данного ролика. На этом все и скоро услышимся.